Девочки, да, да, этим обедрезняются люди, которые живут в Америке и в наших посоветских странах, не только в Америке, и в европейских странах тоже, потому что, девочки, здесь свобода, вот здесь она забивается у детей со школы, понимаете? А вот у нас все со школы сразу же, все и всех учителя детей что делают? Обесценивают. Вы растете в обесценивании, родители детей обесценивают. Ты что, тупой? Я тебе два раза повторила, да? Учителя, рот закрой, сейчас из класса там выгоню. Сколько раз вам повторять надо? А вы что, глухие? Это я вам так слабенько говорю, поняли? Вы понимаете, обязательно нужно оценивать. Обязательно через вот эти визги, крики, вот эта вся вот хрень происходит, девочки. Это самое говняное, что происходит с нашими детьми в школе, а потом и в социуме. Почему я начала со школы? Почему я говорю с садика детского? Начала сейчас говорить. Потому что родители приходят на собрание. Что слушать? Как учителя обесценивают их детей? А кое-кого похвалят. Так хорошо, если похвалят за бабки родительские. Вот отстегивает там родитель, учителю или директору школы. Я просто не знаю, как сейчас это работает. Все, такой сынок и такая дочечка хорошая. Хоть этот ребенок просто родился уродом. Потому что родители у него такие. Извините за это слово. Я имею в виду как личность. В школе обесценивают детей. Что дети видят? Дети видят, что их обесценивают. А, меня обесценивают. Все, подсознательно. Значит, я могу делать то же самое. Потом они видят, как люди обесценивают друг друга. Их родители. Папа говорит маме, закрой рот, там сука такая, там или еще это. Дура! А она ему берет и говорит, сам дурак, посмотри на себя. Толстопузы, там пьяница, там или еще что-то. Все, ребенка сложилась картинка. В школе обесценивают, дома обесценивают, дома обесценивают родители друг друга. Он выходит на улицу, он начинает обесценивать окружение. Какая разница, это родители окружения, это учительница окружения, это ученики окружения. Или он выходит на улицу, и люди с обесцениванием уже смотрят друг на друга. Женщины от природы завистливые твари. Женщины от природы друг друга ненавидят, потому что они соперницы. Это просто постоянная пожизненная компетишен, соревнования у женщины. Женщина никогда не простит другой женщине ее счастье, свободу, красоту. И вот в этом вы все живете. А начинается это все с детства. Поэтому я вам говорю, девочки мои дорогие, что здесь это со школы. Здесь тебе показывают, детям показывают, на то, что у них получилось. И что он может лучше. Еврейские мамочки так тоже делают. На то, что у ребенка получилось. А не ругать за то, что он сделал не так. То, что он сделал не так, он это уже сделал. А завтра будет так. А в наших школах всегда на то, что не получилось. И у ребенка есть стимул. А еще родители за эту школу тебе постоянно мозги выжирают. Потому что учительница обесценивала своего ребенка так, что родители вместо того, чтобы притушить ту учительницу, которая обесценила ребенка, она наговорила целый килограмм «гэ» и сказала всего лишь чуть-чуть что-то там. Он такой, 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 такой. Но у него иногда там что-то получается с обесцениванием. Мама это заметит? Нет. Она уже готова придушить ребенка. Не учительницу, которую она говорила на ребенка, а ребенка своего. И она учительница права, понимаете? Грамотная мама, во-первых, никогда не позволит это делать. Она скажет, скажите, пожалуйста, что у моего ребенка получается? Я тогда это буду у него развивать. И тогда у ребенка будет двери открыты. Пространство учебы. Он будет видеть, куда стремиться. Что мы делаем? Мы послушали учительницу постсоветских стран, которую тоже точно так же обесценивали. И родители, и школы, и все. И она продолжала это, продолжает это делать уже в роли учительницы. И она это все передает. А особенно если учительница не любит ученика по каким-то причинам. Да, вот чтобы не зашел он ей. Вот она отыграется. Еще я расскажу твоим родителям, что тебе будет. И потом припомнишь, я тебе сделаю. Понимаете? То есть учитель не вызывает уважение к себе от ученика. А учитель пытается напугать ученика. И он хочет, чтобы этот ученик у него брал какие-то знания и принимал на себя. Точно так же, как и родитель. Вот как только вы начнете в человеке видеть прекрасное, в маленьком человечке, то, что у него получилось, и поддерживать его всегда в этом, а не то опять вернусь в школу, когда вы не подчеркиваете, что получилось, а что не получилось. Еще из-за этого вы приходите домой, начинаете его долбить за то, что он такой сякой. И все, что он делал, это все хреново. А то у ребенка он, а он не знает, как по-другому делать. Мама, а покажи мне, как делать, чтобы было хорошо. Но после того, как вы его поддолбали, он уже не воспринимает то, когда вы говорите, а надо делать вот так-то, вот так-то. Он это не воспринимает, потому что он уже в угнетенном состоянии. И вот вам, пожалуйста, пример в социум. А потом это все вырастает. Все, что я вам наговорила, сейчас за садики, за школы, за собрания, за родителей, за учителей, за учеников, когда ребенок увидел, что его обесценивают, он понимает, что я могу делать то же самое. А что я в ответку могу? Ты дурак, сам дурак, да? И потом он видит, когда люди обесценивают, потом он выходит в общество, а таких это все общество наше, весь социум. И поэтому бабушке нельзя с морщинистыми, навязано социум. Старость — это вообще ужас, это страх. Посмотри на нее, у нее тапки, у нее жизнь закончилась, о чем ты говоришь. И женщины, здесь женщин, платформы пооткрывались, в Инстаграме, да, в Фейсбуке, там ТикТок самая сейчас очень востребованная такая платформа, и образовательная, и рекламная. И здесь можно найти себе и специалиста, и доктора, и совет, и что хочешь можно найти, и это очень хорошо. Девочки, отсеивайте, здесь народ. И не реагируете вы на людей, про которых я сейчас вам рассказала, которые в обесценивающем обществе жили, у них детство вот такое было, а они навалили вот сейчас это все на вас. Поэтому я вам говорю, что я всех таких отправляю в сад, мои вы дорогие. Вот вы в обесцененном обществе родились, выросли, вам там как рыба в воде, живите. Не надо ко мне сюда заходить и пытаться меня обесценить. Вы ничего с этим не сделаете, кроме как вы сами себя слышите, то, что вы пишете, сами видите, что вы печатаете куковками. Это самое важное, что вы делаете, что вы сами видите, что вы пишете. Я, даже если я прочитала, для меня это как камушек об стеклышко. Ноль. Давайте по-другому скажу. Для меня это пыль вообще. Для меня не существуют вообще ваши оценки. Почему? Я даже вас не оцениваю. Я просто понимаю, что вы, я вас просто понимаю, потому что вы в этом выросли, я в этом выросла, девочки. Но благо с течением обстоятельств, что я попала в Америку, и я смогла это всё, подняться выше всего этого. И мне это придало сил, это изменило мою жизнь, меня, отношение ко мне, и, соответственно, совершенно другое притягивается окружение, начиная в то, что в семье всё по-другому меняется, моя внучечка абсолютно в другой атмосфере растёт, где показывают только на плюсы, где нет такого нельзя, 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 вот, или ты просто объясняешь, почему, да, то есть в маленьком человечке уже видят личность. Возраста здесь нет. В маленьком, в стареньком, в средненьком человеке видят личность. Девочки, начните любить людей. Но пока вы не полюбите себя, вот просто относитесь с уважением к себе, перестаньте обесценивать себя. Вы же не перестаёте себя обесценивать. И поэтому вы начинаете обесценивать других. В Америке я знаю, что я и в 70, и в 80 лет выйду замуж, если я буду здоровенькая мозгами и телом. Телом я буду здоровенькая, я уже в свои 55 к этому стремлюсь. Мозгами я тоже буду здоровенькая, потому что 20 лет духовных практик. И, девочки, на сессии ко мне заходите, буду полезна.